Всем привет! Это Бонус Лэнд, и сегодня у нас новая рубрика. Новости! Да, новости, касающиеся самого сериала Кости, и новости из нашей группы. Начнём новости из сериала. Самая крупная новость, самая-самая-самая масштабная, ну, не знаю, как для всех, но для меня точно, это то, что будет проходить конвенция впервые. Прошу заметить, впервые конвенция в Европе. Она будет проходить в Германии с 14 по 15 января 2017 года, в городе Франкфурт-на-Майне. Из каста сериала Кости уже точно определены. Пей Вагдат, или Пейдж Вагдат, кому как удобнее, оно и так, так читается, правильно произносится. Он будет обычным постоянным гостем. Карло Галло, тоже обычный постоянный гость. Майкл Гранд Терри, тоже обычный постоянный гость. Томас Джозеф Тайн, Ти Джей, Ти Джей Тайн. Он будет премиум гостем, особым. И вот недавно, буквально вчера, я опять лазила по этому сайту. И уже узнала, что ещё также будет обычным гостем Тамара Тейлор. Так что, по чуть-чуть, да по чуть-чуть, да собирается народ. Немного расскажу о самих билетах. Их... Как три? Ну, как три? Их три вида, даже так, три вида. Первый это киллер пасс, пасс убийцы, по нашему мысли. Стоит он 150 евро. При вида этих билетов можно как бронировать, так и покупать целым сразу. В киллер пасс, пасс убийцы, входит доступ на все дни мероприятия, включая вечерние мероприятия. Места в главном зале за зарезервированными местами. Общая гостиная. Буклет, значок, шнурок и... Буклет, значок, браслет, шнурок. И один автограф от каждого постоянного обычного гостя. Это же получается, если я правильно понимаю, получается и Пейдж Вардад, и Гарла Галло, и Тамара Тейлор, и Майкл Гранд Терри. От них, от каждого можно получить автограф. Круто. Бронь и не покупка сразу. Я расскажу вам про броню. Как, что, да, где, да, да, почему. Делится на три части броня. По 50 евро. Это за киллер пасс. Первый взнос с 2 марта по 2 апреля 2016 года. Второй взнос тоже 50 евро. С 1 мая по 1 июня 2016 года. И третий взнос тоже 50 евро. С 1 июля по 1 августа 2016 год. Итак, по 3 взносов 50 евро получается полная стоимость билета. Второй вид билета это премиум пасс. Премиум пасс ограниченный и всего 150 евро. И стоит он 495 евро. Цены, конечно, для них. Да. Входит в этот пасс доступ на все дни мероприятия, включая вечерние мероприятия. Ну, как и в первом. Это везде будет. Места в главном зале за золотом. Это билеты уже золотые пассы. Я попозже про них расскажу. За ними будете сидеть вы, если купите премиум пасс. Номера мест определены. Буклей, значок, браслет, шнурок. Это стандартный во всех пассах. Один автограф от каждого постоянного гостя и каждого премиум гостя. Четыре одиночных фотосессии с обычными постоянными гостями на ваш выбор. Одно одиночное фото и автограф с премиум гостем. Вы можете выбирать гостя на свой выбор. Ранняя регистрация, продаж и регистрация доступа на мероприятия будет доступна только после золотых пассов. Также можно делать бронь и покупать целиком. Расскажу вам про бронь. Со 2 марта по 2 апреля, с 1 мая по 1 июня, с 1 июля по 1 августа. Поделены на 3 тапа. И везде взнос по 165 евро. Первый взнос 165 евро. Второй взнос только же 165 евро. И третий взнос только же 165 евро. Золотой пасс. Голд пасс. Стоит он 790 евро. Да, и они также ограничены. 150. Туда входит стандартный значок, шнурок, браслет, бюклет. Доступ на все дни мероприятия. Вечерние мероприятия. Места в главном зале в первом ряду. Номер мест определен. Два автографа от каждого постоянного гостя. Один автограф от каждого премиум гостя. Одно фото от каждого обычного постоянного гостя. И других элитных премиум гостей. И доступна ранняя регистрация продаж и регистрация доступа на мероприятие. Также может попасть целым и делать бронь. Расскажу вам про бронь. Здесь бронь разделена на 4 этапа уже. Так как денег стоит много этот билет, этот пас. Поэтому первый взнос 100 евро со 2 марта по 2 апреля 2016 год. Второй взнос 230 евро с 1 мая по 1 июня 2016 год. Третий взнос 230 евро с 1 июля по 1 августа 2016 год. Четвертый взнос 230 евро с 1 сентября по 1 октября 2016 года. Само местоположение будет где-нибудь здесь на руке. В ссылке увидите. Потому что я не умею читать по-немецки. Я бы вам с удовольствием прочитал. Еще одна новость. Точнее еще из нескольких новостей. Это интервью. Этому интервью уже около недели. Ну так как новости за неделю, считайте. Если коротко о нем, то Будд снова выйдет на лед. Он будет играть за Flyers, потому что Дэвид любит хоккей, любит Flyers. И там будет один из членов команды, который играл в этой команде, будет две серии, связанных с хоккеем. В одной сам сюжет будет про хоккей, а во второй будет касаться так. Будд будет думать, что когда Брэн смотрит хоккей, она наводит сглаз на команду, и она постоянно проигрывает. Это одно интервью. Второе сейчас в процессе перевода. Вот я половину уже перевела, даже больше. Поэтому знаю, что там так, там осталось чуть-чуть. В группе она будет скоро. Оно скорее появится, чем это видео. Потому что видео еще монтировать нужно. Там рассказывается в основном про пары. Кэм, Арасту, что у них там все сложно, и это на них влияет. Обри и Джессика. Что у них будет что-то такое трагическое, какой-то неприятный такой моментик. Энджела и Ходжинс. Вторая часть этого сезона, в основном, мне кажется, будет крутиться вокруг Ходжинса и Энджелы. Потому что реально такое случилось, что я даже не против. Они будут бороться с состоянием Ходжинса, чтобы он вышел из этой депрессии, как говорится. Будд и Брэннон. Там у них тоже будут свои проблемы на пути по жизни. Да, будет введен новый серийный убийца. Его идею, так сказать, взяли из одного из эпизодов X-File. Но верилось им, что-то не решили. Ещё в этом же интервью сказано, что они будут снимать один эпизод в виде документального фильма. Или как-то так. Смысл будет, что они пробьют четвёртую стену и будут разговаривать с камерой. Был такой эпизод, когда погиб мальчик, и камера была направлена из его черепа и постоянно следила за героями от лица мальчика. Пока Авалон не нашла причину, не нашла то, почему он остался на земле и не мог уйти на небеса. Когда они это всё решили, он ушёл, и камера вернулась на своё место. Будет что-то похожее. Это очень интересно. Я люблю, когда ломают четвёртую стену. Будем смотреть. Будут у нас смотреть. Ну и там в основном осталось что-то про Катеракс и про хоккейные эпизоды, которые будут. Ну это большое интервью такое, нормальное. Кусочек хороший такой. Ещё одна новость. Известны ещё два названия эпизодов. 11 серия 19 серии и 11 серия 20 серии. 19 серия будет называться «Голова впритык», «Голова в упоре» или «Голова на границе». Это всё эти слова как-то... непонятно куда, что да как. 20 серия будет называться «Жестокая в учёсе». Весь список с первой по 20 серии названия на английском и на русском вы увидите на экране, либо в нашей группе. Я специально выложу ещё раз все названия. Ну, вроде бы на сериальном обзоре новостей мы закончили, поэтому перейдём к нашей группе. ВК, которая... Первая новость, самая важная, которая случилась на днях. Нам исполнилось два года. Ну, группе два года исполнилось. Я там уже полтора, у нас новая аватарка. Вот. Также у нас появилось главное меню. Ты не знал? Как так? Ты же в группе. Оно у нас полностью работает. Оно постоянно... Фу. Блинка. Оно постоянно дополняется. Что-то как-то где-то. Заходите. Всё. Там сразу клик-клак. Всё появляется. Не сражая трудилась. Ну, не считая того, что... На днях... На неделе... И на той неделе... Короче, в этом месяце уже было... Два дня рождения в нашей группе. Вот недавно, 15-го числа, у Юлии Васовой. День рождения был. Я хочу... Ещё предложить вам... Делать некий обзор на фотографии из соцсетей наших актёров. Вот, допустим, Дэвида Борианоза. Того самого, да. Вот, допустим, фотография. Вот что-нибудь про неё поговорить. Рассказать. Обсуждать. Что-нибудь такое. Их много. Их... Особенно у Дэвида их много. Можно ещё также... Пэджа наших интернов. Они тоже в Инстаграме есть. Сани Пиланца. Так что их много. Можно сделать такую рубрику. Обзор фото. Фото. Фото, да. Фотографии. Думаю, будет интересно, но... Если вы захотите, то пожалуйста. Недавно был день рождения у Ти-Джея. 7 марта. Кто не знал. Кто-то не знал. Я делала пост, чтобы продвигать хэштег. И что вы думаете? Два человека всё продвигать хэштегом. Я сделала несколько... Как несколько? Штук 7 твитов. И ещё какая-то девочка сделала твит с хэштегом. Вот я сейчас ВКонтакте, в группе, в сообщениях группы. Если есть какие-то вопросы, пишите туда. Или если хотите пообщаться лично, пишите в личном сообщении. Но по вопросам желательно в сообщении группы. Я там часто отвечаю. Я не так часто там бывают. Но я вижу сообщение, отвечаю. Вот вопрос пришёл. От... Айя... Ильяс. Айя... Ильяс. Прости, с неправильным что-то. Прочла. Айя. 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 Написала. Доброе утро. Доброе. Айя. Доброе. Где можно посмотреть 10 сезон? Сейчас я тебе отвечу. Да? Могу прям в видео ответить. Могу... Ну, по-любому отвечу ей в сообщениях. Поэтому... Восеком. Плес. Ну, то я прям ссылочку кину сейчас. Я обычно смотрю сериал на The Zone War. Мне там нравится. Там часто появляется. Быстрее всё. Перепод. Ну, я обычно смотрю. Если смотрю, то уже старые сезоны здесь. Они здесь переведены. И доступные. И хорошо всё. Всё, 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 правильно. Всё, не переживай. Мы все отвечаем. Всё видим. Да. У нас появилась книга благодарностей. И книга жалоб и предложений. Прошу, не стесняйтесь. Мы хотим развиваться. И вот эта штучка. Книга предложений и жалоб. Сознана специально. Чтобы мы писали, что нам дополнить. Что мы делаем не так. Подсказать. Так что не стесняйтесь. Не будьте читаем. Всё внимательно. Обдумываем. И отвечаем. Книга благодарностей. Там мы получаем позитив. Вдохновение. И любовь. От вас к нам. Там обитает добро. Так и написано всё-таки. Нужно скопировать. А я. А я копирую. А я вставляю. Ссылку вставляю. Написала я доброе. Вот. И ссылку с ним отправить. Правильно. Всё. А я ты. Видео. Ссылка на группу будет в описании. Заходите. Подписывайтесь. У нас там самые свежие новости. Как только, так сразу считайте. У нас есть уже давно. У нас есть товар. Карточки с автографами. Стоит 40 рублей. Хотя уже цену надо повышать. Потому что. Цены рестутто. Заказывайте. И будем делать новую. Да. Всё зависит от вас. Не бойтесь писать нам сообщения в группе. Спрашивайте. Мы всегда отвечаем. Мы не можем следить за всеми комментариями. Я, конечно, бываю открытаю страницу так хорошо. Почти до самого конца. На недельке две я могу открытать. Но, блин, я ж не всесильная. А в сообщении раз-два видно плюс одно сообщение. Я отвечаю. Тем, кому я должна отправить призы за конкурсы. Их было много. Но вот реальные призы такие. Это вот два. На 14 февраля и на Новый год. Сейчас вот. Катя, ГНР и Ирина. Я отправлю вам призы. Как только смогу. Не переживайте. Обязательно отправлю. Напишу вам, что я отправила. Вы сможете его уже ждать. Будете знать, что он отправлен. И... Да. Катя я должна один. Галине два. И Ири тоже один. Поэтому ждите. Я все отправлю. Я, если обещала, приз будет, значит будет. Ну... Ждите. Все будет, не переживайте. Все равно будет долго идти, поэтому... Еще хочу рассказать вам о нашей группе Voice Ask. Голосовой Ask. Бонус. Там мы отвечаем за наших персонажей. Я отвечаю за... Фем Ходжинсон. Да, я... Я типа Ходжинсон. Я король в лаборатории. Галине отвечает за Энджелу Монтенегра. А... Катя... Отвечает за Темперинг Бренд. Присоединяйтесь к нам. Задавайте нам вопросы. Мы будем отвечать. Нам это нравится. Это интересно. Поэтому... Подписывайтесь. Вступайте. Задавайте вопросы. Вступайте в команду. И будем мучить мутки. Прикольно. Не серёжно. Даже видео такое... Балаболка. Видео-балаболка. Это в рупике будет раз в неделю. Каждую неделю. Вот какие новости накопятся. Так и будет видео выходить. Скорее, будет входить в пятницу. Ну, если нет, то тогда... Новостей как-то мало. Лёд собирать больше. Поэтому... Эта рубрика... Рубрика... Кубик рубрика. Рубрика будет стабильна, я надеюсь. И какие же новости без прогноза погоды. У меня сегодня в Беларуси единица. Да солнышко. Моросит. Прохладно. Подним словом, весна. Ну, свет такой приятный. Могу подсветить. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите в комментариях. Общайтесь со мной. Всем спасибо за просмотр. С вами был Бонус Ленд. Бонус Ленд. Пока.